Всем привет! В эфире свежий выпуск «Намедник в Черкесии» и сегодня мы поговорим о ключевом для адыгского мира персонажа, о великом и ужасном князе Инале. Но для начала разберемся, был ли он и если был, то кто он был. Итак, Инал, великий князь и легендарный родоначальник кабардинских, беслинеевских, тимиргоевских, хатукаевских и частей хигайских княжеских родов, а также родственник княжеских родов в Абхазии и Среди Абазии. Основное упоминание о нем имеется во второй части так называемого сказания о черкесских князьях, точнее сказания о князьях черкесских, наоборот, по вселенной которой открывается рассказ о неком князе Кесе, о двух его преемниках, а затем, в общем-то, продолжает рассказ о правнуке Кеса, а по другим версиям внуке или сыне, носившем имя Инал. Значит, Инал, проставленный пши князю, традиция приписывает, если не создание, то как минимум оформление всей адыгской системы управления базовых принципов функционирования адыгской культуры, то есть, по сути, правил адыга Хабзе, то есть, философско-этических правил жизни в обществе. Традиция, в общем-то, не сомневается в исторической реальности Инала, он рисуется таким идеальным правителем, долго и мудроуправлявшим адыгскими племенами. Значит, судя по всему, как правитель всей Черкесии и Абхазии, Инал выдвинулся в посредине 3-14 века во времена Смуты в Золотой Орде, на политическую сцену тогда в ней вошли не только чингизиты, но и темники Мамай и черкесского происхождения темник Хажичеркес, поскольку Золотая Орда была ключевым, тогда доминанты ключевые на Северном Кавказе, в том числе, это, в общем-то, от ее политики очень многое имело значения. Ну, в общем-то, как и в России в тем временах. По сути, значит, в это время появился в землях адыгов князь Инал, который действовал, в общем-то, с похожими целями, но только не по феодальному раздроблению, как происходило в Золотой Орде, а собиранию земель, по принципу, как в России это был Иван Калита, который вокруг московского княжеца стал собирать земли российские, к Руси присоединять их. К обозначенному времени также подводит письмо 1753 года, адресованное императрице Елизавете Петровне к тремя кабардинскими князьями, в котором было сказано, что во время Инала в Крыму хана был Джанибек-хан, и с того времени абазинцы, в общем-то, наши, то есть абазинцы подчинялись Кабарде. То есть можно соединить время правившего в крымском ханстве вот этого Джанибек-хана со временем Инала. Кроме того, авторы его 19 века, Люлье, Монпере, пока в Казаведе именно, они как бы у себя указывают, что Инала царствовала в начале 15 века, то есть тоже примерно на этой же даты определяла. И хотя некоторые определяют дату ее смерти в 1858 году, в частности, историю шартанов, то как бы эта версия не очень-то подчинена, не подкреплена кем-то. Скорее всего, более вторая версия верна о ее смерти в 1827 году. Собственно, вот это время правления еще свойственно тем, что оно проходило за несколько десятилетий до присоединения, в общем-то, генуэзских колоний Северного Кавказа к Турции и начала подавляющего влияния политического и военного на Северном Кавказе и в территории адыгов крымского ханства. Кроме того, существует и легенда о египетском происхождении князя Инала. Она была принята в Москве еще в 16 веке. Дело в том, что со временем, это легенда как утвердилась, в 1798 году при очередном подтвердении прав и достоинств князей черкасских в России, потомков кабразинских князей, был утвержден у них герб, где была изображена чалма с пером, надета на золотую корону, что действовало в пользу египетской версии происхождения, то есть она очень сильно муссировалась, пропагандировалась именно потомками Инала. Среди имамлюзских султанов Египта действительно был такой султан Аль-Ашраф Сайфад-Дин-Нал из адыгского рода Кармоку, который был черкесом по происхождению, командовал военно-морским флотом Египта. Правил он с 1453 года по 1461 год, когда и умер в Египте в возрасте 80 лет. По имеющейся сведения, он был похоронен в Каире и никак не мог основать род адыгских князей на Кавказе в это время. Хотя считалось, что родственные связи были тогда у черкесов Египта, у моблюков египетских и у черкесов непосредственно в Черкесии. По всей вероятности он был просто тезкой нашего Инала адыгского князя, поскольку в черкесской среде и тогда, и в наше время, и в среде абхазов довольно распространено имя Инал. Многречественные известные предания, документы, рисуют такую подробную картину объединения адыгских и абазинских земель княжеств и владений под властью Инала, нареченного после этого святым, Иналнеху называли. Он объединил разрозненные адыгские племена и установил власть княжского долга Иналовича на всем обширном пространстве Черкесии, в Абхазии, в Абхазии частично, там и среди абхазинских обществ, а его потомки, в общем-то, расширили еще эту территорию от, условно говоря, от Крыма до верхних прикаспийских степей, верховьях Терека. Большое влияние считалось, что он имел и на адыгов, проживавших в Крыму. Вот момент. Оказалось, что в Крыму была достаточно в южной части большая такая черкесская общность. Долина такая Черкес-Тюс, черкесская долина, где они проживали еще со времен прадеда Инала Арабхана. Там протекала река Кабарда и находилась крепость Черкес-Кермен. И, в принципе, по одной из теорий считается, что кабардинцы вышли именно из Крыма и из территории Таманского полуострова Приазовья. Именно при Инале они начали оттуда выселяться. При его внуках, потомках и под давлением, в том числе, со стороны Крымского ханства и турок. Они уходили каждый раз все восточнее и восточнее, постоянно отбиваясь от этих нападений, преследований со стороны Крымского ханства. Но все-таки остались независимыми, севших в Кабарде в итоге. Столицей Черкесии при Инале считалась его резиденцией считался укрепленный город Шан-Джир, построенный Дедом Аналап, Данханом, между реками Псиф и Нипиль, на развалинах древней Синдики, главного города синского государства в античности. В Крымском районе Краснодарского края находился этот город. Считалось, что еще совсем недавно, по историческим меркам, его развалины были еще видны. в Крымском районе. Эти земли тогда относились к темиргоевцам, поскольку сам Инал утверждал, что он здесь жил в землях темиргоевцев и за счет этого считал их основным адыгским суп-этносом. Сам же изначально сам Инал начал отправить в районе к югу от Кизлташского лимана на Тамане, где в те времена прожимали предыдущие снахи Гайки и Жанеевцы. Кизлташский лиман это юг Тамани, Таманского полуострова. Есть даже какая-то легенда, что якобы он там изначально в принципе высадился, то есть из Крыма он переплыли, они высадились на Таманском полуострове со своими людьми, и там вот образовался суббэтнос Хигайков, и вот сам Инал туда родом вышел. По сведениям историка Шуры Нокмова из источников, адыгские и абхазские дворяне пытались воспрепятствовать возвышению Инала, однако в решающем сражении ему удалось разбить их объединенное войско из 30 феодалов состоящее, десятерых из них он приказал казнить, и основных принудил присяги на верность и подданство. Причем известно, что сражения проходили где-то на территории абазинских сообществ, в районе Мзымты, Абхазии, и для подавления восстания Инал использовал верных ему Хигайков. То есть здесь можно сделать вывод, что сам в принципе он был из Хигайков, и вся его вот эта деятельность объединительная, она как бы с запада на восток шла, то есть покорение адыгских, абазинских, абхазских сообществ происходило с запада на восток. В конце концов в Черкесии все повсеместно признали Инала своим верховным великим князем. Для управления страной и решения спорных вопросов он поставил над народом всей Черкесии 40 судей по числу отдельных княжеств владений, входивших в эти территории. У некоторых родов, кстати, по-видимому, до XIX века сохранялись некоторые святыни, связанные с Иналом. В частности, историк Потоцкий упоминает некий золотой крест, относящийся к Иналу, а в святилище Инал Куба, известное по сей день на реке Псху в Верховье Абзыбе до недавнего времени, использовалось, почиталось абхазами для поклонения святому Иналу. По легенде, Инал при жизни в целом разделил свои удения на четыре удела и раздал их в управление своим сыновьям, по легенде, которые стали родоначальниками нынешних племен. То есть, вообще, даже не племен, можно сказать, родов племенных княжеских. Это, значит, считается по этой легенде, по сказке даже. От Темрюка сына его произошли темиргоевцы, от Беслана беслинеевцы, от Кабарта кабардинцы и только одни шапсуги не признали имя, четвертого имя сына Инала Заноку. Сам Инал стал сожить среди темиргоевцев, но Темрюк, которого черкесские песни называют «человеком железного сердца», восстал на отца, лишил его власти, и объявил себя одного – князем над всеми князьями. Братья не признали его угловинства, но Инал, которого народ причисляет клику святых, смирился с любовью и, умирая, завещал сыновьям почитать темиргоевского князя, князем над всеми князьями, в память того, что он самым властным червением черкесами пребывал именно у темиргоевцев. В принципе, темиргоевцев и их княжеского рода был, в общем-то, до самого последнего времени такой статус самых главных князей, аристократических князей, с которых все постарались брать пример. Даже это, кстати, выразило в том, что темиргоевский диалект в Адыгее стал основным литературным языком. По другой легенде, после успешной войны с генуэзцами, там такой длинный рассказ идет, что как он воевал с генуэзцами, так тяжело шла война, потому что они в крепостях каменных сидели, а вот он последнюю осаждал где-то на Кубани, причем эта крепость находилась, и в конце победил, и вот все радостно потом объединил всю Черкесию, и жил процветающе. Хотя понятно, что известно, что генуэзские колонии пали под нацистом турок. И, значит, вот после войны это и Нал созвал четырех сыновей от первой жены, и объявил, что отныне все земли, которыми правят Тамбиевы, он называет Кабердеев, в честь того, что вот этот сын Тамбиев, он очень отличился в этой войне. Имя такого человека, как Кабард, точнее, на Кабард, имя его нельзя предать забвению. После смерти отца, по этой легенде, сыновья поделили между собой лекси земли, старшему Табульде достали земли к востоку от Псыжа, то есть от Кубани, куда входила территория, которая была названа Налом Кабардой. Второму сыну Беслана достали земли между Кубани и Лобой, третьему Чемругу от Лобы до Пшиша, а дальше до моря получил землю младший сын Жанны. С тех пор земли названы Беслиней, Кемергой и Жаней. А Табульда не смела заменить название данной отцом Кабарда. По советству Хангирея, Инала считали человеком сверхъестественным, причастным к святости, и люди с благовением призывали на помощь бога счастья Инала в твердую верность, что имя великого предка может способствовать успеху всякого их начинания. Священность считались различные места, связанные так или иначе с именем Инала. В частности, там был какой-то родник около Анапы Инал, Иналов родник, река Инал, впадающая в Кубань, гора Инал, между прочим, Баксан-Эмалки в верховьях этих рек, и бухта Инал на Черном море в окрестностях Келенджика, которая успешно засрана отдыхающими в наше время приличную свалку. Особым почитанием пользовалась Инал-Куба, где якобы был похоронен Инал, находится в верховьях реки Псху, усиление Псху точнее. Русские жители называют гору Святой Инал. Кроме того, считается, что потомки Инала через несколько десятилетий после того, как пришли турки на Кавказ с 1575-1500 год, буквально за 25-30 лет, переселяться начали активно в Кабарду. переселились они. Сначала они останавливались на реке Белое, но потом под натиском от крымского ханства отрядов уходили все дальше с боями на восток, пока не поселились на территории Кабарды, Большой и Малой. Взглавляли переход от Ашанапы до Пятигорска два внука Инала Кабартибектор Султан он же Кабард известный в элитических легендах и Кайтуко откуда род Кайтукина пошел, который тогда же дали свое родовое имя в области и раздели Кабарду на Малую и Большую. Это как бы по одной из тоже легенд, но более-менее исторически подтвержденных. Приходя к потомкам мы видим, что есть легенды, есть какие-то исторические документы разные, в которых полная чехарда именно с именами, сыновей, внуков, там просто где сын, где внук, непонятно, они все время по-разному называются, то есть его потомки они очень сильно промежуток смуты произошел, очень сильно поперемешивались в разных данных и точно конкретно установить родословную вот этого промежутка именно его сложно. Понятно, что многие рода ведут себя от финала просто за счет того, что знают, что шел род оттуда, а в каком порядке кто был, точно никто не может достаточно нормально установить на сегодняшний день. Тем более, много фальсификаций и провокаций на эту тему. Примеры это, допустим, род Хиагатуровых у Осетин, который почему-то тоже себя от Энала вдруг решил ввести, хотя там у них в начале родословной чистейшая легенда за уши притянутая к сыновьям именно вот этим вымышленным Беслану но не к этому. Значит, если оторваться от легенды к реальным поискам потомков, то тут все очень сложно, как я уже сказал, пересивившись к морю. Потом к Энала Тимиргоевского племени назывались Зано или по-другому Жанеевцы. К потомкам Энала по преданию относятся также, как уже говорил Бреждухские и Тимиргоевские князья, Хатукаевские, разные владители князя Абхазии Кабарды. Считалось, что Энал очень покровительствовал абазинским или абхазским князиям Аше и Шаше, то есть это абхазские князья ассоциируются как Ачба и Чачба, последние из которых были владителями Абхазии. Первая жена Энала по преданию была дочерью как раз-то абазинского оскова князя Ачбы. При этом сами вот эти сказания о князьях черкесских упоминают значит такой факт в третьей главе, что у Энала было четыре супруги и от главной жены у него родился один сын по имени Джанкуват это можно сценить с князем Джанхотом в будущем. От второго два сына соответственно Бекпулат и Селима третий второй точнее а третий также два сына Умарил и Крейш это были первые черкесские князья сделавшие его известными согласно более ранней версии Джанхот сын-то былый внук Энала остался вправить в Хигайке то есть в родной области куда происходил сам вокруг Анапы сам Энала по родословной 1638 года вот этот вот Джанхот он уже пятый сын Энала получается то есть родночальника кабардинских князей в родословной 1644 года отмечен Джанхот Эналов также в старинной кабардинской песне есть такая строка называется песня Кулькужинская битва есть строка такая что дети гнязя Джанхота усобицы не прекращают и вот действительно есть подтверждение того что именно дети Джанхота стали родоначальниками новых династий именно владетелей кабардинских уделов традиция говорит что вот начиная со второй половины 16 века начало 17 века было в Кабарде единоначалие то есть там был непререками один авторитетный великий князь то есть как некий род который вел себя вел традицию единства территории единый не оспаривай никем князь был от которого позже были уже образованы четыре княжеских удела собственно Кабарда во главе с обеслением вторым Джанхотовичем Тучным Идарей под владением Идара Унармесовича от которого Идаровичей пошли в том числе князь Тимрюк Идаров значит Талстани и Джлахстаней возглавляемые соответственно Талстанем Джанхотовичем и Джлахстанем Мин Булатовичем что касается других сыновей на лад второй жены Булата и Селима единство источников подтверждающих подлинность известен правда некий Мин Балат сын Табулы внук Инала но о нем мало что известно имена детей Инала третьей жены у Марилы Крейш похоже тоже сильно искажены родослодные 16-17 веков называют их немного иначе Инормас и Клыч пропущены вовсе сыновья Инала Табула и Беслен от которого якобы пошел род от Бесленеях но мы знаем что в общем-то что такого не было никаких Бесленеевцев от Беслена не происходило происходили они собственно от потомков Инала князей ветвей Конуковых и Шалоховых которые в 17 веке в результате междоусобиц в Кабарде начавшихся вывели часть своих кабардинцев обратно за Кубань и образовали между лобой Кубань свой собственный супэтнос под своим родным началом назвав их Бесленеевцами в честь легендарного предка третья часть сказания повествует о потомках Инала среди которых упоминаются японимы основных исторических адыгских племен реальные исторические предки основные княжеских фамилии адыгов значит вроде Инала в принципе три первых колена не поддаются критической проверке при помощи источников но реальность составляющая четвертое колено тех которых я упоминал Идар Беслан Тучный Талстан и Халехстан они могут подтверждены они подтверждаются рядом источников и упоминаются четко в родословных в принципе родословные 17 века представляют развитые генеалогии именно черкесских князей Мурс составленные при несомненном участии приезжавших в Москву тех представителей отдельных субэтносов которые формировали семейство род княжеских черкасских более поздних адыских генеалогий 18 века значит вот ранее родословные отличаются тем что Инала там не упоминают вообще если он в них не выступает то под необычным именем не только Иналь Мурза допустим Акабгу но мы понимаем что это одно и то же лицо сути дела возможно судя по переводу Акабгу там по один определенным переводам переводится вроде как Чуб то есть Оселедис как у Тараса Бурга что собственно может быть связано с какой-то определенной кличкой что ли прозвищем однако чаще всего его именуют Инала Неф или еще иногда Хуруфилей то есть Наговица из овчины Каракульти возможно зовут его образ Папахи Неф это одноглазый это у него была действительно такая кличка какая-то прозвище одноглазый это часто встречается а перевод Неф бывает как светлолики иногда переводят но это в корне неверно поскольку и родословцы говорят об одноглазом Инале но не Инале а светлоликом что можно точно подтвердить из этих родословных еще это то что существует неоднозначная связь между абхазской и адыгской фамилиями иналов в абхазском это Иналаа Иналыпа представляющая высшее аристархическое сословие как со стороны адыгов так и со стороны абхазов официально для потомков Иналаа было прозвище Пши Святой Верховный то есть подтверждалось таким обществом принадлежащегося Иналидовичей к высшим небесным силам потомкам пророка символом святости божественной власти являлась мифическая корона Инала которая была со временем просто выдумана для образности с семью зубцами и чуженой шапкой украшенной навершием в виде серебряного пера эта геральдийская корона соединяет целую сложную композицию в гербе черкасских в будущем в насосчиках они называют княжеской шапкой и короной Инала и рассматривают как символ адырской государственности что касается именно перевода Пши перевода то есть князь Верховный Пши Пши вообще князья то есть это стало как понимание то есть Верховный живущий выше селившийся выше как как покровитель что ли как хозяин такой что-то как хозяин рода как старший вроде то есть князь именно прямой перевод слова князь он стал ассоциируется как старший вроде хозяин сыновья и внуки в целом ну и правнуки Инала если абстрагироваться именно от кабардинских только в целом первые их его потомки они поделили между собой всю территорию Черкесии мощь каждого из княжеств как бы росла вместе с амбициями в общем-то всех его потомках что в общем-то привело к классической истории со всеми великими князьями видающимися у которых природа отыгралась называется на детях в общем-то они тут же устроили после его смерти междоусобные столкновения раздробили всю страну на большое число мелких владений что сделало невозможным как бы единство страны она в общем-то достаточно быстро разварилась Черкесия и несмотря на осознание всеми Черкесами и в том числе Абхазами и Абазинами вот этого общего родства и генетическая перемешанность вот эта вот родословная родовая перемешанность их между собой единство единство не было каждый тянул одеяло на себя каждый выступал за то что он главнее всех даже если мы видим на примере судьбы Кабарды когда исключительно Кабардинская территория постоянная вражда шла перманентно между вот этими всеми родственниками княжескими за место верховного князя то есть такой классический феодальный раздрай случился в стране в общем-то который начал заканчиваться только в конце Кавказской войны под угрозой как раз таки захвата земель со стороны Российской империи но в общем-то в очень маленький срок и очень поздно зародилось это объединительное движение и не смогло собрать всех черкесов в одно государство при этом известно что именно во времена позднего празднования правления Иннала и после его смерти наиболее крупным считался супэтнос жанеевцев который выделился в отдельную территорию большую занимали все в степи при Азове там Манский полуостров довольно большие территории будущих натухайцев и считались самым большим крупным и даже агрессивным таким супэтносом который в общем-то первый начал выступать в этих феодальных войнах достаточно они усилились в борьбе с крымскими ханами крымскими татарами в те первые времена когда они еще не имели поддержки со стороны Турции когда еще Турция не пришла на Северный Кавказ и даже со стороны кабардинцев есть такое известие о том что именно женевцы наиболее агрессивно и жестоко нападали на них самих в отношении единственного интереса в централизации власти Черкесия второй половины 15 века уже мало чем отличалась от ее состояния в 10 веке известного по описанию ротских географов в то время на Руси в России происходили обратные процессы противоположные там началось собирание земель значит соответственно Иван Грозный это в общем-то начал как бы привел в состояние такой оконченной формы то есть некое какое-то уже полноценное централизованное государство в отличие от адыгов которые развалились на части и это стало в общем-то критическим взаимоотношениях в будущем этих двух народов тем не менее часть знати потомков инала сумели заключить союз с Россией когда она уже приходила старалась ее политическое влияние расширить на их земли в частности это род Эдаровых отдельные рода княжеских бесслинеевцев абазин абхазин абхазов они вступили в союз с российским государством и некоторые из них как те же Эдаровы полностью ушли из Кабарды были ну как можно сказать неизгнаны но постепенно потеряли свою власть и политический вес и в итоге полностью ушли в Россию и стали жить в России стали частью истории России и образовали русский княжеский род черкасских кроме того в общем-то все это началось с того что Техряс Темрюк Эдаров выдал свою дочку Ченей за Ивана Грозного она стала его второй женой на этом про Эйнала все сумбурно конечно так источники тут вообще совершенно разбросаны куча легенд сказаний я думаю что будут еще уточняющие выпуски впоследствии предлагаю это обсудить в комментариях что-то какую-то свою информацию предлагайте по Эйналу более может быть систематизируем ее какие-то факты добавим в общем призываю к активным комментариям призываю к лайкам призываю к репостам делитесь с друзьями рассказывайте всем